Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры! Мы продолжаем с вами исследование Евангелия от Матфея на библейском интернет-портале экзегет.ру и сегодня мы с вами рассмотрим 12 главу. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями ученики же его взалкали и начали срывать колоссия и есть. Фарисеи, выяв это, сказали ему, «Вот ученики твои делают, чего не должны делать в субботу». Он же сказал им, «Разве не читали вы, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним? Как он вошел в Дом Божий и ел хлебоприложения, которых не должно было ему есть? Не бывшим с ним, а только одним священником». Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны. «Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». Видим, что история и картина на протяжении всего Евангелия продолжается в том смысле, что фарисеи всегда ищут повод тому, чтобы осудить Христа. Здесь они, в общем-то, даже как бы отцеживают комара. То, что они видят и осуждают учеников Христовых, которые шли, и потому как были голодны, они, в общем-то, ничего не делали предосудительного, а срывали колоссия и ели. Между прочим, в законе Моисеевым позволялось человеку, если, например, человек вошел в сад или на поле и взял несколько колоссев и растер их руками и утолил свой голод, это не считалось воровством. А если человек брал с собой в карманы, например, в саду, там плоды какие-то или на бахче, или здесь вот, как в этом случае, то это считалось воровством. То есть, по закону Моисееву, если, например, мы с вами входим в сад, и там подняли яблоко, скажем, или сорвали с дерева и съели его тут же, но не забрали с собой, воровством считаться не будет. Так считалось в Ветхом Завете. Это может быть какой-то рекомендацией и для нас сегодня. Но здесь фарисеи видят, что ученики это делают не просто как воровство, но делают еще... Они не могут обвинить их в воровстве, вернее, потому что они знают этот закон, что это воровства здесь нет, но они были ревнителями почитания субботнего дня. Христос им объясняет и говорит, что они это делают не из-за пресыщенности, а как Давид некогда, когда шел со своим войском... Помните, эта история описывается о том, когда Давид преследовался своим сыном, Ависаломом. Помните эту ветхозаветную историю, когда Ависалом восхотел ранее, нежели отец даст ему завещание, самому взойти на трон, когда он осквернил ложи отца своего. Целые события, которые, в общем-то, всегда очень горькие для отца, когда сын поступает с ним подобным образом. Но Христос здесь приводит эти примеры и говорит, что тогда была нужда, и священник, убедившись, что, если кто хорошо знает эту историю, что они не осквернили женщинами, что они не сделали это ради только того, ради своей какой-то прихоти, а действительно они были голодные, и жизнь стояла между голодной смертью и их жизнью, и священник им преподнес эти хлебы, хотя они должны были их есть. Далее Христос говорит, что он выше, что он господин субботы. Прежнее прошло, теперь все новое. Что такое почитание субботы в Ветхом Завете? Что такое почитание сегодня субботы? Вот, например, есть такая конфессия, как «Адвентисты седьмого дня». Они так и называются седьмого дня, потому что они почитают субботу. Они в воскресенье не чтут, а почитают субботу по Ветхому Завету. И у них есть такая пророчица, которую они считают за пророчицу, вернее, Лена Вайт. Они говорят, что вот именно она, ей было на небе, там показано в 1844 году. Это было целое движение в Америке, которое ждали пришествия Христа. Пока, что ей было показано, что якобы все христиане отступили от того, что они не почитают субботний день. Но что такое была суббота для ветхозаветного человека? Конечно, ее необходимо было светить. Конечно, это был памятник творения. Потому что Господь, когда дает заповедь о субботе, об этом можно даже прочитать в Десятисловном Законе, который содержится в книге Исход 20 главы, Он так и говорит, «Помни день субботний, дабы светить его». В шесть дней работы, а день седьмой Господь Богу Твоем не делал вонный день ни ты, ни другой, ни пришелец, ни раб, который в доме Твоем. И указывать на причину, почему нельзя делать. Потому что Господь в шесть дней сотворил мир, а в день седьмой почил. То есть причина соблюдения субботнего дня для ветхозаветного человека, это была память о том, что Он творение, а Бог творец. Что Бог является единственным собственником Вселенной. Поэтому они светили этот день и чтили его с субботы, с пятницы вечера до захода сонта субботы. Но здесь фарисеи настолько переревновали, что ли, к этому дню, что даже начали вводить такие правила. Например, если человек несет платок в кармане, это считалось уже работой. А если он приколол булавкой к одежде, то часть одежды. Если человек, например, попал соринка в рот, и он сплюнул, то фарисеи могли такого человека осудить. И говорят, ты поливаешь землю. Здесь они тоже хотели осудить учеников Христов за то, что они мололи, то есть совершали урожай, сбор урожая в субботний неположный день. Но Христос их останавливает и упрекает. И говорит о том, показывая примеры, о том, что вы неправильно почитаете субботу. И далее скажет он, в субботу можно делать добро, как мы увидим. Вот что по этому поводу пишет Сидитлян Златоуст. Цитата. «Великую пользу приносила суббота. Она делала людей кроткими и человеколюбивыми, приводила их к познанию промысла Божия, научала их, как говорит пророк Изякиль, мало-помалу удаляться от зла. Но теперь настало для людей другое время». Конец цитаты. То есть соблюдение субботы — это был завет ветхий. Соблюдение же воскресного дня — это завет новый, который в крови Иисуса Христа. Апостол Павел так и пишет. В первом послании Коринфянам 11 главе «Вот Христос преломил хлеб, дал своим ученикам, дал кровь свою и сказал себе «есть кровь моя нового завета». Пейте от нее в оставлении грехов». Именно так рассматривается теперь суббота. Апостол Павел пишет следующее, что «Кто во Христе, тот новое творение. Прежнее прошло, теперь все новое». В синодальном переводе так и звучит. «Кто во Христе, тот новая тварь. Прежнее прошло, теперь все новое». То есть заветов было много. Первый завет — это было, помним, человека с Богом в раю, не прикрасаясь к древу. Договор. Второй завет — это радуга после потопа, когда Господь сказал «больше не наведу потоп». Третий завет — обрезание. Четвертый завет — синайское законодательство, которое несколько раз обновлялось. И теперь завет в крови Господа. В какой день воскрес Христос? В воскресенье. Нужно ли что-то больше еще написать в Священном Писании, если само слово «Логос» воскрес? Потом, если мы посмотрим, что уже ученики после воскресения Христа, до воскресения Христа, конечно, не соблюдали субботу. После воскресения Христа они уже чтят первый день недели. В воскресенье. В Деяниях апостолов так и написано, 20 глава, 7 стих. «В первый день недели ученики собирались вместе для преломления хлеба». Для Евхаристии. Они чтили первый день недели. И мы читаем далее. Да, Христос здесь приводит интереснейшие слова пророка Осии. Он говорит, «Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы». Действительно, это малые пророки. Пророк Осия так и пишет. «Милости хочу, а не жертвы». Что означают эти слова? Что вы слишком зациклились на жертвоприношениях. А что значит «милости хочу?» Ученики голодные. Мне надо их покормить. Мы помним, когда Авраам... Помните ведь, когда был голод? В 12 глава описывает это. Он вышел из Ура Халдейска, из Вавилона. И вот голод настал. И он сошел в Египет. И мы тогда говорили на книгу Бытие, но мог бы и попаститься. Но мы помним, что он шел с целым народом. Он патриарх, ведущий свой народ в прообраз царствия Христова. И он сходит в Египет, потому что он знает, что народ может погибнуть в пустыне с голоду. Христос здесь говорит «милости хочу, а не жертвы». И мы читаем. «Ибо Сын Человеческий есть Господин и Субботы, и, отойдя оттуда, пошел он в синагогу их». Мы видим, что он не уходит от них и не избегает, а идет именно в синагогу. И вот там был человек, имеющий сухую руку, и просили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелить в субботу. То есть, первое, то, что Христос ответил, здесь была необходимость, они были голодны, они продолжают дальше искушать его. Этим ответом они как бы удовлетворились. Ну да. А теперь вот исцеление, это же дело, действительно дело. Дело такое вот явное. Можно ли исцелять в субботы? Фарисеи запрещали. Он же сказал им, «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит?» Действительно, они это делали. «Сколько же хуже человек овцы?» То есть, он говорит, «Неужели вы думаете, что человек хуже животного, который нуждается в помощи?» И так можно в субботы делать добро. Слышите? Все те, кто почитает субботний день. Нет ничего плохого в почитании субботнего дня. В православной церкви субботний день тоже почитается. Это особый день для поминовения усопших. Это особый день, когда начинается богослужебный круг. Православная церковь никогда не отрекцала почитание субботного дня. Это делали на Западе, да, римкатолики. Но когда сегодня очень многие соблюдающие седьмой день, например, адвентисты, есть баптисты даже седьмого дня, они обвиняют нас, что мы не чтим этот день, они на самом деле к нам прилагают догмат католической церкви, потому что весь протестантизм вырос на полемике с католицизмом. Хочется сказать, что римкатолицизм и православие это разные понимания святых, разные почитания, даже икон, разные понимания отношения к таинствам. Поэтому прежде, чем обвинять православных, в непочитании субботы надо узнать, а как учит церковь. Православные об этом дни. Итак, Христос говорит, и так в субботу можно делать добро. Тогда, говорят человеку тому, протяни руку твою, и он протянул, и стала она здорова, как другая. Фаризеи, выйдя немедленно, составили совещание против него, как погубить его, но Иисус, узнав, удалился оттуда. В другом месте евангелист пишет о том, что он поставил этот человека посередине храма, дабы устыдить их, что вот человек больной, вот он стоит посередине храма, вот он столько времени находится с парализованной рукой. Что об этом пишут отцы церкви? Ну, например, тоже святитель Иоанн Златоуст. Цитата. «Опять Христос исцеляют в субботу, оправдывая поступок своих учеников. А другие евангелисты говорят, что он поставил человека, вот о чем я сказал, это я его святитель Иоанн Златоуст прочитал, конечно же, поставил на середину и спросил иудеев, можно ли в субботу делать добро? Это Евангелие от Марка 3, 4, Евангелие от Луки 6, 9, параллельные места. «Посмотри на владычное милосердие», пишет святитель Иоанн Златоуст. «Посмотри на владычное милосердие». Он поставил человека на середину, чтобы смягчить их его видом, чтобы они, тронувшись этим зрелищем, оставили злобу и, устыдившись человека, перестали свирепствовать. Но неукротимые и бесчеловечные предпочитают лучше повредить славе Христовой, нежели видеть больного исцеленным. Вот зависть до чего доводится. И тем, и другим образом показывая злобу, то есть враждебную, и таким противоречием Христу, что хулили даже его благодеяния другим. Конец цитаты. «Тогда фарисеи, выйдя, имели совещание против него, и последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех». Массовое исцеление Христа, людей от недугов, исполнение пророка Исаии, как мы и читали с вами, что в нем не было ни вида, ни величия, и он исцелял людей, как об этом пишет, например, пророк Исаия, это 53 глава. Можно даже прочитать эти главы о Христе Мессии. «Господу угодно было поразить его и предать его в жертву на истивление, он изрит потомство долговечное, подвиг души своей будет смотреть с довольством через познание». То есть говорится о страдании Христа и далее пророчество говорит о том, что он понес на себя наши немощи, что он взойдет звезда и он будет от востока, он будет исцелять людей. И вот мы видим, что пророк Матфей сам приводит эти слова. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит «Отрок мой, который я держу за руку, избранную их, которую благоволит душа моя». Так и здесь пишет «Все отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд, не воспрекословит и не возопьет, и никто не услышит на улице голоса его, трости надломлены не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать все народы». Что значит на имя его будут уповать все народы? Что означает имя Иисус Христос? Иисус означает Спаситель, Ишуа, а Христос означает Помазанник, тот самый Мессия, которого ждали все израильтяне. Мы видим, что Христос им приводит слова, евангелист Матфей здесь приводит слова, он пишет это Евангелие к иудеям, приводит слова о Мессии и указывает на него, что вот он тот, о котором предсказывали пророки, которому надлежало прийти нас ради человека и нашего ради спасения. Итак, мы читаем «Далее и дивились, тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого и исцелил его». То есть евангелист Матфей приводит все-все пророчицы бесноватый, слепой, немой. «И стали говорить и видеть, и дивился весь народ и говорили, не это ли Христос сын Давидов?» Фарисеи же услышав сие сказали, то есть не этот ли помазанник сын Давидов? Фарисеи услышав сие сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силе Везувула, князь Бесовского. Мы как-то говорим, что Везувул это был повелитель мух, который считали, язычники его почитали, и в притче ходило у фарисеев это имя очень часто, этого Бога, повелителя мух. Но Иисус, зная помышлея дни их, сказал им, всякое царство, разделившись саму в себе, опустеет, и всякий народ, и всякий город или дом, разделившись сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам собою, как же устоит царствие его? И если я силе Везувула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьи силу изгоняют? То есть здесь Христос как бы их упрекает и силы изгоняете? Почему вы именно следите только за мной? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас царствие Божие. Если вы понимаете, если вы принимаете, что силы Божьи я исконяю бесов, если верите в это, то до вас достигло царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного, расхидеть вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхидит дом его. То есть Христос здесь показывает, что нет такого понятия, как добра и зла. Есть такое понятие, что добро борется со злом, причем зло часто приписывается такая вот равноправная сила, как и добру. То есть есть Бог злой, есть Бог добрый, знаете, это заблуждение инь-янь, то есть два начала, злое и доброе, из чего потом выросло целое заблуждение, которое, кстати, переняли почему-то атеисты в свою идеологию, ну, понятно почему, потому что нет ничего нового под солнцем, такие понятия, как теза-антитеза, борьба двух начал, Христос говорит нет. И он здесь показывает фарисеям, что он мессия, а что дьявол не имеет такой власти, чтобы противостоять Богу своей силой, равнозначной по отношению к нему. или как может кто войти в дом сильного, расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного. Кто не со мной, говорит, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот растачает. Кто не берет креста своего и не следует за мной, тот не достоин меня. Эти же слова звучат как бы только с другой стороны. Кто не собирает со мной, тот против меня. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему, если кто скажет на духа святого, не простится ему, не в будущем. Что значит хула на духу святого? Хула на духу святого это противление голосу Божию. Как создано у апостола Павла в послании к евреям, когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших, как в мире. Хула на духу святого это когда человек знает, что это преступление против заповедей Божией и делает. Хула на духу святого это противление, а слово противление с греческого переводится как сатана, сатана, противник. Поэтому кто противится Богу, тот хулит духу святого, видя свое предназначение. Служение Богу. Есть, как сказано, грех к смерти, есть грех не к смерти. Что такое грех к смерти? Это противление Богу. А что такое грех не к смерти? Это когда человек не знает, а по незнанию ошибается. Поэтому ошибаться может каждый. Но зачем же упорствовать? Если кто скажет, говорит, слово на Сына человеческого проститься, если кто скажет, на дух святого не проститься. Не в веком веке, не в будущем. Если признаете дерево хорошим, плод его хорошим, или признаете дерево худым, плод его худым, и дерево познается по плоду, по плодам их узнаете их. То есть смотрите по моим плодам, что я плохого сделал, как бы он говорит. Хромые становятся здоровыми, слепые, зрячими, глухие, немые, говорящими и слышащими. Что я плохого сделал? Или признаете дерево хорошим, плод его хорошим, или признаете дерево худым, плод его худым, по плодам их узнаете их. И здесь он уже как бы отрезвляя их, фарисеев, слушающих его, произносит такие строгие слова, обращаясь к ним, говорит, порождение ехидны. Помните, кто с такими словами обращался к ним? Иоанн Креститель, когда начинал свое служение. Мы говорили с вами, кто такая ехидна. Ехидна, когда она рождает, то ее ребенок прогрызает себе утробу матери, иногда так увлекается этим грызением, что просто умертвляет свою мать. Христос им говорит, что вы умертвляете своей ревностью не по разуму всех пророков и отцов ваших, всю веру вашу от Авраама, веру Авраама, Исаака, Иакова. Вы их умертвили, потому что вгрызаетесь в букву закона о субботе, как мы говорили в прошлой главе, а здесь в этой же главе здесь обвиняя меня в нарушении субботы, как книжная моль, так звали одну из конфессий, которая образовалась в Америке, методисты. Порождение ехидны, как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста, он обличает их в лицемерии, что якобы они ищут добро, на самом деле все это делают из зависти и гордости. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Когда мы читаем с вами мытарство, о мытарствах, то мы там видим, что первое мытарство, которых двадцать, это мытарство празднословия. От слов, говорит, оправдаешься, и от слов своих осудишься. Что же такие слова? Что это за слова? Ложные слова, дышащие клеветой, всякое слово пустое, смехотворное, гнилое, бесстыдное, всякое слово бесполезное, ненужное. Как скажут люди, такое дадут они ответ в день суда. Нам, братья и сестры, нужно быть внимательными за своими словами. Часто говорим то, что не нужно, часто клевещим, и даже не придаем этому значению, хотя это будет первое мытарство. Дай Бог, хоть от этого нам избавят, чтобы проскочить это первое мытарство на предварительном суде. И мы читаем далее 38 стих. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, учитель, хотелось бы нам видеть знамение, от тебя знамение. Но он сказал им в ответ, род лукавый и прелюбодейный, какой еще может быть знамение, когда он исцелял хромых, больных, слепых, они еще каких-то требуют знамений. Тогда Христос им отвечает и сказал им в ответ, род лукавый, действительно, обличает их, какие еще вам нужны знамения, и прелюбодейный, ищет знамения, и знамения не дат своему, кроме знамения ионы пророка. Ибо как иона был в очреве кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Между прочим, порок Захарий об этом пишет, что в один день изглавятся все грехи наши смертью Мессии. В один день. На второй день будет покой, а третий день воскреснет. Порок Захарий здесь по этому поводу очень интереснейшее пророчество. И здесь он, Христос, говорит, ибо как иона был в очреве кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. То есть, Христос был распят в пятницу, сошел в ад и проповедовал в аде, как пишет об этом апостол Петр, в субботу и в воскресенье победил смерть. Но здесь он говорит о том, что не невитяне восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше ионы. Мы помним, что пророк Иона был послан Неневию для проповеди как миссионер Слово Божие о покаянии. Но он, по своему разумению, стал противиться голосу Божию и решил, что они все равно народ грешный, язычники, чуть-чуть к ним там ходить, проповедовать. Кого надо, как рассуждают некоторые сегодня противники миссионерского служения. Есть, слышно такие рассуждения. А кого надо, того Бог сам приведет. Это теория предопределения, Кальвина, в общем-то, ересь. Поэтому он рассудил так, и мы помним, когда он отправляется в место миссионерского путешествия в обратную сторону, то там происходит королево-крушение этого корабля, которым он поплыл в обратную сторону от Неневии, и кит его проглотил. И он был там в очреве кита, и на третий день кит его выплюнул. И тогда он пришел в Неневию, проповедовал там, неневитяне, язычники, не слыша Слово Божие, слышали только, что им Иона говорил, покайтесь, покайтесь. Они не знали такой полноты божественного откровения, не видели столько чудес от Ионы, чтобы исцелялись хромые, слепые прозревали, глухие стали слышать. Но они покаялись, поэтому Христос говорит, они даже не видели меня. И поэтому им будет намного отраднее, они будут оправданы, нежели вы. Но знамение вам будет, когда, говорит, я буду в третий день вознесен на крест. Некоторые рассуждают по поводу того, что, если вернуться чуть-чуть к Ветхому Завету, книги Ионы, где говорится, что кит проглотил Иону, однажды из Англии приехал один проповедник, это было два века назад, примерно полтора, да, около двух веков, и во времена, когда жил свидетель Филарин Дроздов, 19 век. И однажды этот человек, который приехал, был проповедник, известный, английский такой, теолог, ученый. И вот он пришел, его, да, сам тогда в царском дворе, по-моему, даже чуть-то не император пригласил к себе на обед. И вот, когда они сидели, пили чай, то он рассуждал, да, был приглашен и Филарет, святитель, и они сидели, рассуждали, и он начал говорить, ну вот, знаете, есть такое понятие сегодня у нас в Англии, как библейский критицизм, нужно ко всему подходить с точки зрения такого разумного, слишком много мы, и прочие-прочие вещи, критицизма, там, более же рассматривать, возможно ли это было на самом деле, насколько это действительно подтверждается наукой, и прочие вещи. И когда он дошел до книги пророка Иона, здесь сказал, ну вот, например, Филарет молчал, спросил, что вы имеете в виду, он говорит, ну вот, когда сказано, что кит проглотил Иону, он говорит, как же так, мы же знаем, науке известно, что у кита там есть сеточки в его горле, не мог бы Иону туда проскочить, но забывая о том, хочу просто напомнить, что мировой океан всего изучен на 4%, иногда такие, вот мы считаем средства моих информации, или видим это, что какие-то чудовища оттуда всплывают, на берег выбрасываются по неизвестным пока причинам, некоторые говорят, из экологии, что кальмар там какой-то, там метр четыре, что ли, такой думает, что и нет, еще какие-то животные, тоже думают, что их нет, они есть, 4%. Поэтому, когда он рассуждал об этом, он говорит, ну вот там сказано о том, что якобы кит проглотил Иону, это просто невозможно, тогда святитель Филарет отложил приборы и сказал следующее, если бы было написано даже, что Иону проглотил кита, мы бы в это все равно поверили, потому что так написано. В первую очередь мы верим тому, что сказано в Божественном Откровении, а потом уже будем посмотреть, как сказано, дойдет ли наука в своем исследовании до того, что она утверждает, как последняя инстанция истины. Церковь никогда не отвергала науке, это полезное исследование внешнего мира, полезная наука, если она действительно для пользы человека, но нельзя науку считать, как последняя инстанция истины. И далее, обречая фарисеев, Христос говорит, царица Южная восстанет носу с родом Сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломона. И вот здесь больше Соломона. Он указывает на себя о том, кто он, что он Мессия. И говорит здесь о царице Южной, что вот она, язычница, приходила к Соломону, чтобы послушать его мудрости, а вы, хеудеи, которым были даны пророки, отвергаете меня против каких-то знамений. Когда нечистый дух выйдет из человека, то, ходя по водным местам, по безводным местам, ища покоя, и не находит его. Тогда, говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда и берет с собой семь других духов, злейших себя, и водя живут там, и, бывает, для человека того, последнего хуже первого, так будет и с этим злым родом. То есть, он им снова говорит о покаянии. Он говорит о том, что вот я сейчас исцелил и бесноватых. И если через это исцеление человек успокаивается, начинает вести в дальнейшем разгульный образ жизни, то, говорит, что для этого человека бывает еще хуже. Бесы, выйдя, ходят и потом возвращаются. И берут с собой еще семь злейших. И если видят, что место не занято человеческой души, то есть его разум, душа человека трехсоставна, ум, чувство и воля, то они входят снова в разум, в его душу. И человека для человека того бывает еще хуже, нежели было прежде. Почему? А потому что душа человека это святыня в глазах Бога. А свято место пустое не бывает. Кого мы посадим на трон своего разума? Кто будет главенствовать в нашем уме? Молитва Иисусова? Чтение Священного Писания? Что будет в нашей душе, в нашем сердце? Кто там будет главенствовать в наших чувствах? Как мы их будем формировать? Так, как говорит апостол Павел, ваши должны быть те же чувства, не как в Иисусе Христе. Или по стихиям мира сего, по страстям мира сего. Тогда будем бояться этого предостережения, о котором сказал Христос. Семь злейших, говорит, берет. Когда же он еще говорил народу матери его, братья его, стоя вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему, вот, мать твоя и братья твои стоят вне дома, желая говорить с тобой. Он же сказал им в ответ, говорившему, кто матери моя и кто братья мои? И указав рукой свою на учеников свои, сказал, вот, матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Некоторые люди, когда читают эти тексты, они смущаются, говорят, что якобы Христос нарушает здесь пятую заповедь, забывая о том, что Он сам сказал, о почитании родителей, что Он сам сказал, я пришел не нарушить заповедь, но исполнить. Нет, не нарушает Христос здесь заповедь. Он говорит, что матерь моя и братья, и сестры не только те, которые мне родные по плоти, но и те, которые слушают Слово Божие и рождаются от Него, рождаются в жизнь вечную. Вот кого Он называет своими братьями и сестрами. Тот, кто рождается от Него по духу. Но Он не говорит, что здесь, что вот эти, которые стоят, они мне не матерь, не сестра и не брат. Нет, Он услышал эти слова, вот ждут тебя братья и сестры твои, то есть братья от первого брака, от Иосифа или родственники его, и матерь Пресвятая Богородица. Он говорит, вот матери, братья и сестры мои, не отрекаясь от них, но как бы продолжая разговор, его перебили, потому что он говорил. Его как бы перебивают его речь, поэтому Он говорит, что братья и сестры мои, слушающие слова. Как апостол Павел об этом пишет в послании Коринфян. Он так и говорит об этом. Много у вас наставников, но не все у вас отцы. Я родил тебя благовествованием святым. Вот какое рождение происходит. Слово, как мы увидим дальше, следующая глава именно будет об этом говорить. О сеятеле. Слово, смотря в какую почту попадает, и способна ли она возродиться в душе человека. Только в то и способна, если человек приготовил и предпринял, приложил усилие для того, чтобы оно возросло. Усилие в добродетели, в вере, в чтении Слова Божия. Вот что по этому поводу пишет, «Если бы он захотел отречься от матери своей, то отрекся бы от нее тогда, когда поносили его иудеи. Напротив, он так заботился о ней, что и на самом кресте припоручал ее ученику, своему возлюбленному». Помню, он говорил Иоанну Крестителю, «Се матерь твоя, все сын твой». И, извиняюсь, Иоанну Богослову, «Се матерь твоя, все сын твой». Иоанн Богослов до самой своей смерти, это единственный из апостолов из 12, который умел в своей смерти, до самой своей смерти в Ефесе заботился о Престой Богородице. До самой ее смерти. И далее святитель Анатолуц продолжает. «Но теперь, поскольку братья думали о нем, как о простом человеке, и тщеславились, то он исторгает не дух сей, не оскорбляя, впрочем, их, но исправляя». Конец цитаты. Или вот еще. Кирилл Александрийский пишет, цитата, «Тот, кто приходит к вере, может быть братом Господним, но спрашивается, каким образом он может быть его матерью? Нам следует знать, что братом и сестрой Христа он становится по вере, а матерью через проповедь. Ибо проповедующий слово, или проповедующий словно бы рождает Господа, которого внедряет в сердце слушающего, а его матерью становится тогда, когда через его проповедь, через его проповедь. Сердце ближнего рождается любовью ко Господу. Конец цитаты. То есть здесь подтверждается то, о чем я уже сказал. Много у вас наставников, но не все у вас отцы. Я родил тебя благоествованием святым. Итак, Господь Иисус Христос снова и снова, как мы видим из этой главы, преследуемый фарисеями, книжниками, вечно, который вечно ищет какой-либо подвох в его действиях, обличает их, но делает это не с ненавистью, делает это со строгостью. Иногда объясняя им многие вещи, как мы видели, с любовью, но когда они чего-то не хотят понять, то прилагает, как мы видели здесь, вот эти слова, как я уже сказал, со строгостью, порождение ехидны, кто бежал, но шил он бежать от будущего гнева, как говорил Иоанн Крестит. Вся голова и вся жизнь Иисуса Христа в Евангелии от Матфея наполнена этими искушениями. Поэтому, когда к нам приходит нечто подобное искушение, то всегда нужно вспоминать Нагорную проповедь, в которой сказано, как меня гнали, так и вас будут гнать, как меня ненавидели, так и вас будут ненавидеть. Радуйтесь и веселитесь, говорит Господь, ибо мзда ваша много на небесех. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok